Ну а на подмосковном полигоне Алабина завершается форум Армия-2016. Сегодня посетителей ждет очень богатый на зрелище день. Они увидят реконструкцию танкового боя. Кстати, в ней будет задействована историческая техника. А прямо сейчас военные показывают возможности нового костюма для саперов. Человек в нем может оставаться невредимым, находясь в эпицентре даже с самого сильного взрыва. Все подробности нам сейчас расскажет Андрей Ященко. Андрей, привет! Ну, расскажи скорее про этот чудо-костюм. Лев, привет! Мы прямо сейчас в прямом эфире можем наблюдать, вот, как все происходит. Помогли? Пиротехническая имитация взрыва. Что это? Да, вот прямо сейчас в прямом эфире был взрыв. Да, и вот можете видеть, человек цел и невредим абсолютно. Вот прямо сейчас девушки, которая шлась по минному полю, вручает букет. Сейчас выключала пиротехническая имитация взрывов. И безопасность этих пиротехнических взрывов мы увидели на каскадере российской союза кинематографистов. Каскадеры союза кинематографистов России. А вот этот костюм, он от реального какого-то взрыва защитит, спасет? Нет, от реального нет. Этот костюм защищает от термического воздействия. Посмотрите на нее. Вот Лев, нас немного дезинформировали вначале. То есть сказали, что это именно для военных целей. А вот попали на такое представление шоу. Но было очень красочно наблюдать в прямом эфире, как девушка шла по минному полю, все вокруг нее взрывалось. А через полчаса примерно начнется реконструкция боя исторического в честь Дня танкиста. И будут принимать там участие и знаменитые танки Т-34, и другая раритетная техника. И обязательно вам в прямом эфире все покажем и расскажем. Слушай, Андрей, я не смог сдержать своего возгласа, потому что мне показалось, что там что-то вообще бесконтрольное творится. Как она вышла из этого взрыва, невредимая, просто потрясающе. Даже если это не настоящий взрыв, все равно это смотрелось просто фантастически. Ну и конечно, на этом мероприятии, как сказал Андрей, будет еще много показов и техники. И этот костюм дальше будут тестировать. Мы непременно вам покажем все самое интересное. Это был мой коллега Андрей Ященко. Он следит за форумом «Армия-2016» на подмосковном полигоне Алабина. Мы туда еще, конечно, вернемся. Ну и сегодня последний день работы масштабного форума «Армия-2016». Накануне в подмосковной Кубинке прошла церемония закрытия научно-деловых программ. За четыре дня проведения форума там прошло больше ста круглых столов, брифингов и различных конференций. Даже байкеры не остались в стороне. Они тоже посетили форум и проехались по парку «Патриот» в Кубинке. Около сотни мотоциклов были в колонне. Байкеры посетили также новый сектор воздушно-космических сил, центр военно-тактических игр и железнодорожную платформу с уникальными экспонатами. У нас в клубе как офицеры действующие есть, так же официальный запас. Все это нам очень близко. Мы сами заканчивали военное училище. Половина из наших ребят ветеранов боевых действий. То есть это как бы наши стихии. Международный военно-технический форум стартовал 6 сентября. «Армия-16» – самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения и техники. Причем география форума Кубинка и одной не ограничивается. Показательные выступления прошли в разных военных округах страны.